Москва Красивая Гостеприимная В центре ее, близ памятника Пушкину, живет и работает старейший скульптор, народный художник Советского Союза Сергей Тимофеевич Каненков. 11 июля 1964 года Сергею Тимофеевичу исполнилось 90 лет. Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР, выдающемуся мастеру, первому и единственному из советских художников, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Седой, высокой, величавый, он кажется волшебником, богатырем, вызвавшим к жизни многие сотни замечательных произведений. Сергей Тимофеевич и сейчас работает с юношеским увлечением и вдохновением. За последние годы из его мастерской вышли портреты Крамского, Субтитры создавал DimaTorzok В юбилейный год закончил Сергей Тимофеевич портрет кинорежиссера Довженко и писателя Серафимовича. Обе работы свидетельства неувидающего, не стареющего с годами таланта. В мастерскую Сергея Тимофеевича часто посещают гости. Делегацию деятелей культуры и искусства Индии особенно интересовало советское искусство. И вот они в мастерской Каненково. Госпожу Чанда, как художника, особенно взволновали произведения мастера. Сергей Тимофеевич был рад встрече с людьми искусства далекой Индии. Двери мастерской Каненково всегда открыты для посетителей. С особенной теплотой встречает он молодежь будущих художников. Сергей Тимофеевич с любовью и увлечением рассказывает им о мастерстве скульптора. Мастерство рождается всей жизнью художника, говорит он. Для того, чтобы увлекать других, надо самому увлекаться, гореть, переживать, не успокаиваться на достигнутом. Это и есть мастерство. Неустанный пропагандист, долго художника, Сергей Тимофеевич говорит с гостями о высоком назначении искусства. Служить идеям созидания и мира. Каждый посетитель мастерской находит здесь что-то особенно интересное для себя. Вот пионеры слушают рассказ Сергея Тимофеевича о его встрече с Владимиром Ильичом Лениным. В первую годовщину октября эта мемориальная доска работы Каненкова, посвященная памяти павших бойцов за революцию, была открыта Владимиром Ильичом Лениным на сенатской башне Кремля. Это была одна из первых работ, созданных в осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды. После реставрации доска будет восстановлена на прежнем месте, говорит художник. Случаются в мастерской и такие встречи. Огромен путь творчества. Семьдесят лет тому назад молодой Сережа Каненков впервые увидел Москву. Он мечтал тогда о Московском училище живописи, вояния и зодчества. Семьдесят лет тому назад. А в 1954 году на персональной выставке Каненкова Москва увидела художника, услышала его образный рассказ о долгой творческой жизни. Старик на заваленке. Одна из наиболее ранних сохранившихся работ скульптора. Камнебойец. Одно из первых изображений русского рабочего человека в дореволюционной скульптуре. Надолго запоминается скорбное лицо, натруженные руки, вся усталая фигура камнебойца. В лице мыслителя как бы отразилась дума самого художника о судьбах угнетенных людей России. Годы Первой русской революции породили новые образы. Рабочий боевик 1905 года Иван Чуркин. Атеист. Второе название этой работы – Мститель. А этот крестьянин уже не землепашец, а борец. В 1905 году создана Ники. Не античная богиня, а русская девушка с трех горки стала символом грядущей победы. Как утверждение свободы звучала скульптура Паганини, к нему Каненков возвращается снова и снова, как к символу мятежного, свободолюбивого духа. А к этим образом Каненков возвращается в течение всей своей жизни. Фантастический мир, вспоминает Каненков, был для меня очень реальным. В ночном лежишь у костра, задумаешься и чудится, что стоит рядом неизвестно откуда взявшийся старичок, а всмотришься и видишь, вовсе это не старичок, а просто обгоревший пень. Мог ли я думать тогда, что в этом мире сказки уже зарождались будущие мои произведения? Но мир сказки никогда не заслонял от художника окружающей жизни. Монах и дядя Григорий образы, принадлежавшие к дореволюционному творчеству Каненкова. В советское время мастер сумел показать нам людей радостных и счастливых своим трудом. Это образы, полные осознанного достоинства и оптимизма. Блестящий пластический дар скульптора заявляет о себе в каждой работе. В его искусных руках дерево становится гибким, нежным, как бы певучим. Фигуры обнаженных девушек покоряют чистотой, красотой силуэта, гармоничностью. Поэтические, детские и женские образы проходят через все творчество Каненкова как олицетворение юности, женственности, риризма. Стройность и чистота русской народной песни тема этой скульптуры. Кажется, что мрамор в скульптурах Каненкова наполнен живым теплом, светится подлинной жизнью. И в портрете Марфеньки, и в скульптуре юность. Каненков в совершенстве владеет мастерством психологического портрета. В портрете Павлова покоряет могучий ум и духовная сила ученых. Почти 40 лет назад в Сорренте Каненков лепил Горького. Фотография сохранила нам эту встречу. Алексей Максимович остался доволен портретом. В портрете Достоевского трагедия писателя, измученного противоречиями своего времени. Сомкнутые руки – это как бы круг, из которого он так и не сумел вырваться. Революционная страстность Маяковского. Гуманизм казненного греческого патриота Белояниса. Вдохновенный артистизм Шаляпина. Огромное волевое напряжение композитора-новатора Мусоргского. Все подвластно резцу скульптора. Замечательным произведением, представленным на выставке, был автопортрет. В нем проявилось все мастерство воятеля. За эту работу, постановлением комитета по ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров Союза СССР от 22 апреля 1957 года Сергею Тимофеевичу Коненкову была присуждена ленинская премия. Его проникновенное выступление на чествование лауреатов ленинских премий надолго запомнилось с присутствующим. На чествование Сергей Тимофеевич обратился к женам художников со словами благодарности за их дружбу и преданность искусству. Маргарита Ивановна всю жизнь свою посвятила моему труду. И именно здесь при всех вас я говорю ей мое спасибо. Друг и помощник скульптора Маргарита Ивановна знакома каждому, кто бывал у художника. Она всюду сопутствует Сергею Тимофеевичу. Народный художник Советского Союза Коненков участник всех крупнейших событий в художественной жизни страны. По праву старейшего Коненков закрывал первый всесоюзный съезд художников. Перед тем, как покинут этот исторический зал, посмотрим глаза друг к другу. Ощутим биение сердец и все благородство нашего призвания. Всю гражданскую ответственность за наш труд. У каждого из нас своя искра таланта. А когда мы все вместе это могучее пламя. Пожелаем друг другу вдохновения. Мы творим воима коммунизма. Вперед к вершинам мирового искусства. Наряду с кипучей творческой деятельностью Сергей Тимофеевич принимает большое участие в общественной жизни. Он часто выступает в печати со статьями, посвященными проблемам советского искусства и важнейшим событиям современной жизни. Мы рождаемся в народе, пишет он, от него черпаем всю красочность нашей палитры, все звуки своих песен, всю выразительность своей скульптурной пластики. Нас поднимает народ, и только ему отдаем мы весь свой талант, все свои порывы. Художники, разведчики будущего, во имя грядущего мы создаем многогранное искусство социалистического реализма. В канун 1959 года в Москве открылась первая выставка произведений художников социалистических стран. Почетна была роль всемирно известного мастера на этой выставке. Председатель выставочного комитета Сергей Тимофеевич Каненков разрезает ленточку и приглашает зрителей в зал. Истинный патриот Сергей Тимофеевич часто бывает на своей родине в Смоленске. Он гордится своими земляками, фельдмаршалом Кутузовым, защитниками русской земли, героями 1812 года, великим русским композитором Михаилом Ивановичем Глинкой. Радуется, что поднявшись из пепла вырос прекрасный новый город Смоленск, родина больших русских талантов. Творчество связало Каненкова и с Петрозаводском. В 1958 году здесь, в Краеведческом музее, была открыта выставка его работ. Открытие выставки всегда радость для художника. И всегда экзамен. Всегда волнение, разделенное с близкими, отданное людям. Нужно ответить на вопросы, поделиться своими мыслями, что-то объяснить. Всю свою привязанность к народному творчеству я пытался выразить в монументальной фигуре руно-певца, рассказывает Каненков. А это Егор Пасечник, чьи сказки побудили к жизни многие образы Каненкова. Общение с людьми – источник вдохновения и творчества Сергея Тимофеевича. С большим увлечением Сергей Тимофеевич работал над скульптурной группой и фризом для музыкально-драматического театра в Петрозаводске. Темой этой работы он избрал дружбу народов нашей страны, их счастливую жизнь на советской земле. Теперь петрозаводцы по праву гордятся замечательным зданием. Житель города Сергей Тимофеевич любит поездки в родные исконно русские земли. Ему дорога русская природа средней полосы. Именно природу называет он своим первым учителем. Он любит реки с живописными берегами, спокойную гладь озер, тишину лесных полян, неожиданные деревенские встречи, на которых так отдыхает душа. но никогда не дремлет творческая мысль художника. Ведь природа вечный источник вдохновения. Иные встречи полны трогательного волнения, а порой и печали. Старые друзья нужно утешить, поддержать. и это тоже жизнь художника. И снова Москва. Москва Страстный любитель музыки Сергей Тимофеевич говорит, без музыки я не мыслю творческой жизни. Без нее нет фантазии, нет окрыленности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Тимофеевич Сергей Тимофеевич любит посидеть в уютной гостиной вместе с Маргаритой Ивановной. Он отдыхает. В последние годы художник увлечен новым проектом памятника Владимиру Ильичу Ленину. Здесь живет Сергей Тимофеевич Каненков. Здесь все создано его руками не знающими отдыха, его фантазии не знающий предела. В этом доме рождаются все новые замыслы. Здесь невольно вспоминаешь его слова о том, что художнику мало суток, мало одной человеческой жизни для осуществления задуманного и хочется сказать ему до новой встречи дорогой Сергей Тимофеевич. ИНТРИГУЮЩИЯ Субтитры создавал DimaTorzok